Ветеран Вьетнам Сразу стоит оговориться, что кинокартина, кроме того, что является невероятно жестоким и вместе с тем крепким боевиком, затрагивает проблему так называемого вьетнамского синдрома, который будет вечным пятном на совести решения, которое принял Конгресс и погубил около 58 тысяч сынов Америки в возрасте от 20 до 25 лет. Даже после возвращения уровень случаев суицида, служивших во Вьетнаме, составил более 100 тысяч. Такова жертва, которую пришлось заплатить. И факт поствоенного синдрома налицо. Кинокартина снята режиссером Джеймсом Гликенхаузом. По сюжету два человека, вернувшихся с войны во Вьетнаме, пытаются влиться в мирную жизнь и смешаться с толпой обычных людей, вести довольно-таки рутинную жизнь, попивая пивко на крыше и работая на складе продуктов. Парни сдружились еще во Вьетнаме. Афроамериканец Майкл тогда вытащил их задницы из серьезной передряги. И теперь они вместе трудятся за гроши, не покладая рук, чтобы хоть как-то себя прокормить. А Майклу тяжелее вдвойне, ведь у него жена и дети. В один из обычных дней парни скручивают банду воров, которые пытаются ограбить один из складов. Могучий Майк снова доказывает, что его кулаки могут превратить в бегство еще много ублюдков. Но злопамятные бандиты и их чагеварообразный предводитель решают поквитаться с афроамериканцем. Выслеживают его, избивают и ломают очень жестоким способом ему позвоночник. Врачи выносят приговор. Майкл парализован навсегда. Джон Истланд, на которого военные воспоминания повлияли куда больше, чем на Майка, преисполнен ярости. Он жаждет отомстить отморозкам за друга. Довольно-таки быстро он выходит на их след и приводит свою казнь в исполнение. Но его внутренняя ярость не утихает, а подобно ядерной реакции лишь увеличивается. Пытаясь помочь оставшимся бескормильцам семье Майка, он добывает деньги, буквально превращая в фарш главаря преступной группы, тесно связанного с коррумпированными политиками. Дальше больше. Джон расправляется со всеми, кто обижает невинных и слабых. Нью-Йорк теперь получил мстителя, который патрулирует улицы. Его ярость не знает границ. Он неуловим для полиции. У него сила одиночки. Уличные бандиты, содержатели притонов, мафия или гнилые сенаторы. Никто не уйдет от Джона Истланда. Для кинокартины с бюджетом в 2 миллиона долларов выглядит довольно-таки прилично. Это с учетом того, что 400 тысяч были потрачены на показ военных действий во Вьетнаме. Много шокирующих кадров для начала 80-х. Как, например, обезглавливание солдата. Пусть это и аниматронная кукла, которая открывает рот, но все же. Конечно же, трудно не заметить сходство с другой кинокартиной. «Жажда смерти», где Чарльз Бронсон вершил свое правосудие. Но цитировать классику – это всегда круто. Например, тот же «Брат 2», сцена подготовки Данилы к походу в клуб и расправа, навеяна фильмом, который мы с вами сейчас обозреваем. К тому же Данила Багров, ярчайший представитель у которого, поствоенный синдром налицо. В роли карателя Джона Истланда снялся Роберт Гиндли, а в роли его друга Стив Джеймс, который весьма круто смотрится в трех шестях американского ниндзя. Когда я смотрел кинокартину, все никак не мог вспомнить, где же я видел актера, играющего детектива Джеймса Далтона, который идет по следам карателя. Уже ближе к концу просмотра меня осенило. Он снимался в культовой кинокартине Лючоу Фульчи, город живых мертвецов. Кстати, детектив Джеймс Дэлтон – тоже ветеран Вьетнама, который нашел свое место в полиции, где все-таки имеет возможность выпускать накопившийся пар. Очень повеселила сцена, где детектив достает похожий ящик с оружием, как у карателя. В связи с чем я сделал вывод, что, наверное, после службы парни растащили по домам весь армейский боезапас Америки. В картине много нелепых диалогов и несостыковок. Но все это простительно, ведь перед нами Нью-Йорк 80-х, с грязными улицами и трущобами, где стоят тележки с хот-догами и газетами, с уличными бандами и проститутками. Это Нью-Йорк, где за порядком следит Джон Истман. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok